Народ, всем привет! Как вы поняли из названия, сегодня у нас вручение И это, блин, одно из самых лучших вручений у нас на канале Я уверен, что вы просто кайфанете с этого ролика И начинается он традиционно с того, что мы куда-то поехали И самый главный вопрос, не куда мы едем, а на чем Мы едем на новенькой Nissan Almeri Classic На самом деле, старой 2008 года, но с пробегом 27 тысяч километров Короче, все это не важно Давайте переходить к видосу, вы все узнаете из него Просто новая машина Да Вообще, ну, 27 тысяч пробег Это Almera просто еще не видела даже Еще стекло оригинальное Лабаш оригинальный, да Кстати, вот здесь на кнопке нарисовано, что у нее есть подогрев лавового стекла Зон дворник А, зон дворник Да, зон дворник На самом деле, эта Almera Я ее прям очень долго, ну, как с тех пор мы ее выкупили Она стояла, я все долго берег и думал, ну, кому же она достанется Она настолько великолепная просто Она должна достаться человеку, которому нужна машина абсолютно без проблем Лет на 10, наверное Ну, что вот с ней может случиться за 10 лет с этой машиной Даже вот по 30 тысяч ты в год будешь проезжать Будет пробег 300 через 10 лет Она будет, я уверен, без проблем Только вот туда Обслуживаю на ТОшке, ну, понятно, маслоколодки Там по подвеске что-то, какая-то ерунда Но эта же машина просто, блин, автомат Калашникова Она бессмертная Итак, сегодня у нас специальный гость Зовут его Слава, все вы его знаете Это просто по пути в Нурлат, я там уже пересяду Мы через 40 километров с М-12 съезжаем Ты останешься голосовать? Да На попутках еду Да, до Нурлату на попутках по М-12, почему бы и нет Не, ну, может кто-то тормознет, Слава Ну, да, фура какая-нибудь там тормознет по-любому А сегодня какое число? Четвертое какое-нибудь Четвертое? Короче, если вы 4 мая ехали в Нурлат Или ехали по М-12 из Москвы То вы могли подобрать Славу Но к тому времени, когда выйдет это видео Слава уже либо умер от старости Ждать, пока его кто-нибудь заберет Либо доехал до Нурлата Хорошо, Слава Расскажи про то, как чувствует себя твоя BMW О, отлично, великолепно вообще Вот ты сможешь сейчас оживление E65, которое уходит у нас на канале Да, да Как ты относишься к BMW после такого оживления? Да как и всегда Ну, то есть ты как всегда считал BMW дерьмом и продолжаешь это делать? Нет, наоборот Ну, я не понимаю Во-первых, у меня есть вопрос Да Какого хера вы так долго оживляли? Да офигел, тебя там не было Ты даже не знал По существу вы особо действий за все это время не сделали Даже вчера, вот я посмотрел видео Это была третья часть Ну, и что вы сделали? Вольватроники местами поменяли Моторочки, да И блок двигателя Все, на три видео растянули А что ты такой интересный, блин? А то, что в эти три видео засунуто 11 дней работы Нет, я понимаю, с каких соображений Вам просто жалко было свои дни Да, в том числе Ну, там было интересно Ну, прикольная Прикольная серия Ну, так Хорошо, какая будет твоя следующая машина после BMW? Я долго думал на эту тему Ну, и альтернатив сейчас я не вижу Ну, естественно, надо же сопоставлять бюджет А как же Зикр? Лисян? Вообще никак Я к китайцам предвзято отношусь Почему? Просто, не знаю Может, мой стереотип какой-то Ты что, обзор не смотрел? Мне что, зря деньги платили за него? Я что, зря расхваливал китайцев, блин, три раза в трех разных обзорах? Ну, кроме черри, черри, говно Нет, мне сложно переубедить по полу китайцев Ай, слава В свое время тебе было сложно переубедить в том, что правый руль ничуть не лучше, чем левый Да не сложно было Сложно, сложно Потом, при том, и ты понял, что ни хрена, никакой разницы между ними нет А вот теперь то же самое надо сделать с китайцами Ну, после BMW, наверное, все-таки Вообще, в идеале, я тебе скажу так Я бы хотел Range Rover, пусть даже вот в старой будке, который у меня был, и BMW Ооо, то есть ты хочешь мультибрендовым человеком быть? Не столько мультибрендовым, а две разных машины А на какой бы ты ездил, если бы у тебя был Range Rover и BMW? В текущей ситуации, наверное, на Range Rover, потому что BMW жалко пробег наматывать Блин, там сколько пробега у тебя сейчас? Восемьдесят четыре Восемьдесят четыре тысячи кедра, о чем ты говоришь? Блин, у меня на дороге триста пятьдесят, блин, и мне не жалко наматывать Вот я сейчас сюда мы съездили, еще плюс 500 Да я вру, я вот сейчас говорю, я сам понимаю, что я вру Ну, короче, G05 я бы, наверное, рассмотрел G05, это, а, это что? G5 А, X5? Жир, ну ты замахнулся Рассмотрел бы, если бы вдруг в вакууме такая ситуация была То есть Range Rover нафиг? Range Rover, блин, но Range Rover внутри старый Давай, вот прямой вопрос X5 E70 или Range Rover Sport в первом кузове? В первом кузове Range Rover сто процентов Хорошо X5 G05 или Range Rover как у Сереги? Ну, такой себе вопрос Ну, это очень сложный выбор и нельзя выбирать между ними Хорошо Самый сложный вопрос Самый сложный вопрос Твоя BMW или Твой Touareg Ну, нет уж Тут понятно, ты Touareg выберешь, я даже спрашивать не буду Твоя BMW или Новый Solaris? Естественно Новый Solaris Естественно, новый Solaris Вот, все Интервью прошло успешно Когда, Слава, будешь менять свой BMW на Solaris? Я уверен, что кто-нибудь найдется, кто скажет, давай ключ в ключ Так и скажем А новый Solaris, сколько он? 4 ляма стоит сейчас, нет? О, я не знаю Нет По-любому нет Цены вообще конец О, Слава, ты как пересел с BMW, так поворотники научился включать? А вот фары не включаешь А у тебя ДХО здесь нету Надо с фарами ездить Включено же Нет, это только этот габарит Во А то вдруг тебя кто не увидит Итак, ехать там еще 33 минуты Едем мы в город Юрьев Польский, по-моему Польский Есть вопросы для 100 рубля нерва Напоминаю, просто может быть самое время Слава, ты хочешь сыграть 100 рубля нера? Давай попробуем Напомню, что Слава за все время ни разу не выиграл 100 рубля нера Но он поднатаскался, пока у него было время в офисе Он начитался литературы А вообще, в принципе, никто не может выиграть Потому что денег так никому и не дали Ну да Ну а что, у нас такой 100 рубля нерва, извините Просто играешь Ты знаешь, какой 100 рубля нерва у нас? Это знаешь, как вот ты с Лешей споришь на пинок Или с Балатской И друг друга не пинаете Ну то же самое Я согласен Я не понимаю, почему Леша и Балатская не поставляют задницу под пинок Нет, Балатская тебе должен отвесить пинок За что? Он проиграл мне другой пинок А это не важно? Друг друга надо было, значит Ну нет уж А мы же пинок на пинок Он с минус на минус дает плюс Ну это понятно Это еврейская ваша тема Давай с тобой посмотрим на пинок А на что? Погоди, у нас даже темы спора нет Просто Просто поспорим на пинок А кто выиграл? Ладно, давай начнем с 100 рубля нерва Давай сделаем так Кто Отгадает больше вопросов 100 рубля нерва Нет А что? Нет Что ты Сливаешься? Да, я не уверен в своих силах Ай-яй-яй, Слава, всегда надо быть уверенным Вдруг вопрос про БМВ будет? Итак Вопрос на 100 рублей и одна копейка Внимание Все мы знаем Что такое нефть? Сразу Чуть меньше людей знает в чем измеряется нефть А в чем кстати измеряется нефть? В баррелях Супер По крайней мере все, кто едет в двух машинах знают, что нефть измеряется в баррелях Отлично А сколько в одном барреле литров? 200 с копейками Это вопрос Внимание, ответы Варианты ответов А 142 литра Нет Б 159 литров Нет С 187 литров И Д 216 216 Я выбираю Слава готов сразу ответить и он говорит вариант Д 216 Либо 187 Блин, я вот тоже думаю Я думаю 187 вариант С А почему вы так думаете? Я лично помню, что это в районе 200 литров и ближайшая к этому цифру это это По моему там как раз там больше 150 и в районе 200 Но так как больше 200 только одна цифра, ее выбрал Слава, я выбираю второй ближайший вариант Я думаю, что это 208 216 216, потому что очень хорошо делится пополам 108 54 27 27 Логинка А дальше не делится Хорошая логинка Вот такой вариант А 27 делится на 3 и получается 9 Прекрасно, все варианты приняты Внимание, правильный ответ Никто не угадал, правильный ответ 159 литров в одном барреле Офигеть Че ты кидал его? Я почему-то был уверен, что это 200 литров Ну, Ильдар, ты сказал, что больше 150 и как бы типа к 200 Ну да, больше 150, 159 литров Это развод, я буду гуглить Смотри, пропал А ты думал, я не проверю? Ты будешь сейчас проверять, Ильдар? Ты задавай следующий вопрос Замечательно Итак, внимание, следующий вопрос Он касается ксенона О-о-о Итак, для установки Для законной Внимание, для законной Нужно обновлять фару Нужно обновлять фару На автомобиль Должны быть соблюдены 3 условия Внимание, я сейчас буду перечислять условия И вы должны найти лишние условия Так Итак А Тип фары должен иметь соответствующую маркировку Это по-любому Б На автомобиле должен быть установлен автокорректор фар Обязательно С Мощность светового потока не должна превышать 3000 люмен И Д На автомобиле должен быть установлен омыватель фар Найдите лишние Лишние это С Больше 3000 люмен Но он может быть 4000 А Может, наверное Ну, это называй, не путай, кельвины 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 Это температура Люмина Это яркость Я готов Тем не менее, я за Ц А Ответ Потому что Потому что Какая маркировка специальная Кто на нее смотрит На маркировку Окей Итак, Слава выбирает вариант С 3000 люмен Он говорит, что это не факт А я сейчас подумаю Принято Есть Слава Другой Слава Тоже готов дать ответ И вот он сейчас его озвучит Я думаю, что это какая-то маркировка Потому что никогда не видел никаких конкретных маркировок А типа Не знаю, что Значок Ксенон Не знаю Такого никогда не слышал Поэтому у меня вариант А Итак, мой вариант Первое Это точно не маркировка Потому что на всех фарх с ксеноном Есть маркировка Либо это маркировка Номер D1S D2S D2R Это типы лампочек Используемые внутри фары Но, тем не менее Помимо этого Есть маркировка о том, что это ксеноновая фара Плюс есть обязательно указатели Что это высоковольтная система И туда нельзя совать руки Маркировка на ксеноновой фаре есть обязательно Омыватель Второе Должен быть обязательно установлен корректор фар Это гарантированно 100% И да, тоже И остается два варианта Про 3000 LUMIN И про омыватель фар Ещё недавно буквально Bellт пять назад Я бы сказал Это 100% омыватель фар То есть там омыватель фар Обязательно должен быть установлен на фары с ксеноном И действительно Есть такой закон Что омыватель должен быть установлен на фарах с ксеноном Но есть один нюанс Существуют заводские автомобили со штатным ксеноном без омывателя фар. И эти автомобили есть, и их многие знают. Например, линкольн-навигатор второго поколения. У него с завода нет линзы, но есть ксенон и при этом нет омывателя фар. Ну, то есть в некоторых комплектациях. То есть омыватель фар, если я не ошибаюсь, должен устанавливаться только при определенной интенсивности освещения. То есть при определенной силе света ксеноновой фары. Или в случае, если стоит линза или что-то еще. То есть омыватель фар по заказу должен стоять, но не всегда. не обязан. Да, мой вариант четвертый. Омыватель фар. Хоть я и сам вот недавно, если посмотреть ролики пятилетней давности, я говорил, что с ксеноном обязательно должен идти омыватель фар. Но после этого меня ткнули носом. Я нашел действительно автомобиль, у которых нет завода омывателя фар, но это ксенон. И поэтому я делаю вывод, что не обязан быть омыватель фар с ксеноном. Но крайне желателен. Ваш вариант принят. Хочу заметить, что вопрос готовил не я. Этот вопрос прислан нашим подписчиком Владимиром Жуком. Вот. И сейчас послушав твою логику, вопрос формулировался так. Для законной установки ксенона на автомобиль. Не заводской автомобиль уже с ксеноном, а установки. Для законной установки. Ну и замечательно. Значит, все-таки я выбрал правильный. А, нет, значит, я неправильный вариант выбрал. То есть получается, что у нас для установки, до установки, вот тогда омыватель действительно обязателен. Тогда мой вариант будет не совсем правильным. А я с учетом этого и подразумевал, по сути, просто я не озвучил. Если у меня нет варианта переобуться, я остаюсь на варианте D. Если есть вариант переобуться, я присоединяюсь к Славе и про 3000 люмин. Я на интуицию, пожалуйста. Ваш переобывательный вариант принят. Внимание, правильный ответ. Да, здесь ты все очень четко вообще перечислил. Все. Ответ С. Действительно, лишнее условие это мощность светового потока не должна превышать 3000 люмин. Такого условия нет. А вот три других условия обязательно. По соточке нам на карту, пожалуйста. Со Славой. Соточка и одна копеечка. Да. Все, Слава, как тебе дорога? В Владимирской области. Ну, не Москва, конечно. По-моему, как в Нурлате ехали. Да и в Нурлате были нормальные дороги. Ну, сейчас получше стали, да. Ну, до этого прям жесть была. Местами. Блин, страж наш. Сжимается, да? Прикинь, какая здесь каша после дождя. Да это Стас нас завел куда-то вообще. Непонятно зачем просто. Угу. Но это, знаете, как классно апеллироваться у нее. Да, вот по таким дорогам ведь ничем не шоркаем абсолютно. Не, конечно, если постараться, можно шоркануть. Да я, блин, в деревне рос. Я умею ездить по таким дорогам. Ладно. Эх, поля, красота, лето вообще, зелень вокруг, так прикольно прям. Настроение повышается, когда такая погода. Да. Жить хочется. Слава, вот знаешь что? Вот я до сих пор не могу этого осознать, но сегодня пятый месяц. Уже без малого половина двадцать четвертого года прошла. Ты просто вдумайся. Ну, ладно. Время летит страшно вообще. Ёлка. Когда-нибудь мне будет сорок, а потом пятьдесят. Все. После сорока и до пятидесяти там уже вообще жизни нет. А после пятидесяти просто можно сразу. Сейчас какие-нибудь мужики смотрят этот ролик и угорают на тобой. Сопляк, да что ты знаешь? Да уж, блин. На самом деле есть один вопрос. Я бы его задал на на сто рубля неров. Он касается Славы Порукова. Ого. Опа. Ну мы готовы выслушать. А отвечать на него буду я, правильно? Нет, Слава тоже может, но просто мне интересно, насколько вы это все дело знаете, помните и скажете. В каком году впервые Слава появился на канале. Итак, как всем известно, Слава появился на канале очень, очень, очень давно. Где-то в самом начале. Но а в каком самом первом видосе на канале появился Слава Порукова? Не был даже представлен, а просто появился. Вот первое появление Я смогу. Варианты ответа. А, окей. А, авто за сто пятьдесят тысяч. Живые японцы. Нет. Б. Ремонт АКПП на Пассате. С. Гарантийное обслуживание Форт Мондео. По-моему. И все, в этом вопросе три варианта. Форт Мондео. Форт Мондео? Да. Это, когда это дизельный, который из форсунки. Да, из форсунки. Да, да, да. Ты думаешь, там? Да. Это мы куда-то ехали. Слава Балацка сходу дает экспресс-ответ Форт Мондео. А, разве это было все-таки не с Пассатом? Нет, нет, по-моему. Слава тоже предлагает, выдвигает вариант с Фордом Мондео гарантийный ремонт. А я для того, чтобы у всех троих не было одинаковых ответов, скажу, это был Пассат. Ответы приняты. Я, когда себе задал этот вопрос и искал на него ответ, я почему-то думал, что первый видос Славы был все-таки авто за 150 тысяч. Нет, нет, точно нет. У меня была именно такая ассоциация. Дальше я начал смотреть. И пересмотрел несколько видосов. И в видосе, который назывался «Ремонт АКПП Пассата», я его отсмотрел полностью, монтировал его не я. Вот, я его отсмотрел полностью и не увидел там Славы. Но там есть часть такая, как типа постскриптум. И вот в постскриптуме в какой-то момент камера поворачивается и мы видим Славу. Что-то там он говорит, или что-то еще. И вот это именно самый первый видос, в котором именно появляется там на пару секунд Слава. Значит, все-таки Пассат. А я говорю, а знаешь, что это за видос? Это видос, который Альберто сделал. Жгуты проводов на Пассате. А, не Вадиму, короче. Ё-моё, Слава, это третье, блин. Короче, никогда в сервисе у Донской были. Это когда мы уже перебирали в этот следующий вид. А в Фарде Мондео, кстати, Слава вообще не было. А? Разве? Прикольно, да, вот так вспоминать. Это было, Слава, году 2015. 10 без малого лет назад. Мы снимаем 10 лет видосы, блян. 15 или 16? 15 плюс-минус, наверное. Эх, Слава! Настроение такое хорошее! Смотри, какой классный кот. Обниматься будем? Я пошел обниматься с котом. Кисун. Ну что ты, брат? Будем обниматься? Не-не-не, не уходи. Не-не, не так. Ну иди. Просто пообнимаемся. Я тебя поглажу. Смотри. Смотри, видишь, глажу прям. Буду гладить. Давай. Кот. Ксс, ксс. Ну вот, видишь, уже мы подружились. Да не переживай ты, не переживай. Кисун. Ну, кисун. Ну что ты, ну почему он уходит, блин? Итак, долго ли, коротко ли, примерно 2,5 часа, мы наконец-то добрались до села Алексейское, куда мы, в принципе, и ехали. Это район называется Юрьев-Польский. Правильно я говорю? Все, район Юрьев-Польский. Здесь недалеко город Юрьев-Польский, 27 километров. И вот, мы приехали. Итак, пора бы рассказать, для чего мы здесь. Для этого я просто зачитаю вам письмо без лишних комментариев. Просто только письмо. Здравствуйте. Не нашел противопоказаний, чтобы писать вам о просьбах о помощи. Посему попробую. Проживаю с тремя детьми во Владимирской области, в 40 километрах от Владимира. К сожалению, супруг выпал из жизни, а государство считает, что 6 тысяч рублей в месяц детских выплат, это нормально. Деток трое. Старшие и средние дочки 11 и 8 лет. Они музыканты. По области среди скрипачей уверенно держат первое место уже несколько лет. Посему я считаю необходимым не останавливаться на достигнутом, а обучать их дальше. Это обучение у нас есть только во Владимире. Поездки каждый день крюком в сотню верст просто обыденность. Третий ребенок у меня мальчишка 3 лет. Мой постоянный хвостик во всех делах. Брат когда-то подарил мне свой старый Ford Fusion, так он нас и катает уже несколько лет. Пробега 4 сотня. 2007 год. Бито до меня и не один раз. Я третий владелец. И при мне бито тоже однажды. В общем, она рассыпается прямо на глазах. Движок пьет масло, электрика прогнила. После ДТП развал не встает на место. Со страховой судиться нет сил. Чувствую, если так и будет дальше, до следующей зимы мы не протянем. Вернуть к жизни эту машину я финансово не потяну. У меня помимо таких дел было неплохое подспорье, чтобы жить. Я уже 8 лет держу пасеку. Семья всегда была со своим натуральным медом. Но прошедшим летом местный совхоз обработал поля и потравил пасеку полностью. И последний способ поддержки штанов пропал. Юристы дорого стоят. При всех доказательствах по траве пчел анализы все есть. Судиться с директором совхоза сложно. Он депутат и этим все сказано. В общем, простите за долгий рассказ. Просто уже не знаю у кого поддержки просить. Соцподдержка государства динамит. Машина умирает, пчел потравили. А бросать обучение перспективных деток дико жаль. Итак, все подготовлено и мы можем начинать. Однако, перед тем, как мы начнем, есть план. Мы оставляем Альмиру здесь. Сами на одной машине приезжаем туда и заявляем ей, что мы приехали сюда для того, чтобы посмотреть на ее Ford Fusion. Все дело в том, что у нее Ford Fusion в очень плачевном состоянии по ее словам. И изначально она как бы намекала на то, чтобы мы его ей именно оживили. И поэтому мы сейчас приезжаем, смотрим на Fusion, общаемся с ней, смотрим на всю обстановку, всю ситуацию и в нужный момент по сигналу просто подъезжает Альмира и будет вручение. Если все пойдет по плану. Соответственно, я стою здесь сейчас и жду сигнала. Нет. Наш юрист Слава сегодня будет плохим полицейским, не, хорошим полицейским. Вот, да. То есть, сегодня я буду играть роль человека говно. Ну, в принципе, мне несложно играть эту роль, потому что я им и являюсь. Я буду сейчас максимально мерзким. Я буду задавать самые противные вопросы, самые прям вот беспонтовые, чтобы вывести ее на чистую воду. А ты, Слава, будешь добрым полицейским. Ты будешь на тебя как-то плохо повлиял, Василий. Да, Василий был давно. А, и еще самый главный вопрос. Можно ответить на самый главный вопрос. Откуда же у нас взялась эта Альмера? Ну так вот, я прям специально я нашел откуда взялась у нас эта Ниссан Альмера. Короче. Буквально недавно. Буквально недавно, 13 марта 22 года мне написал некто Александр Коробкин и предложил выкупить эту Ниссан Альмеру потому что она у него стоит и она ему как бы не нужна. Я не знаю каких подробностей еще чего-то, но спасибо огромное Александру, потому что он предложил для нее хорошую цену. Он говорит под благотворительность я готов вам ее отдать за 500 тысяч рублей. За 500 тысяч рублей была куплена Альмера с проигном 27 тысяч километров. Да, у нее были кузовные дефекты. Там пришлось ее покрасить в двух-трех местах плюс полностью обслужить, но сам факт, что за 500 Альмера с проектом 27 тысяч вообще просто идеально. У меня единственный вопрос. Александр имеет фамилию Коробкин. Но почему тогда он имеет фамилию не Коробкин механиков? А просто Коробкин. И лучше бы, конечно, если бы он имел фамилию Коробкин Автоматов. Или Коробкин ДСГ. ДСГ. Итак, Ниссан Альмера отогнана, поэтому мы выезжаем и едем знакомиться с Анной и ее семьей. Если они дома. Да. Песечек, брат. Ну, хватит ругаться. Слава, это он у тебя. Лайк. И только мы подъехали к дому Анны и вышли из машины, как у нас тут же случился диссонанс. Вокруг разруха, полуразрушенные дома, деревня, уныние, печаль и звук скрипки. Это было настолько необычно и странно, что у нас у всех просто пошла кругом голова. Я не знаю, как иначе сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. А взрослые есть дома? Да. А можно пригласить? Я так стесняюсь. Здравствуйте. 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 Давайте знакомимся. Десять минут назад смотрела ваш последний ролик. Да? Да. А вы прям смотрите наши ролики? Постоянно. Ничего себе. Смотрите, мы сейчас приехали сюда с вами пообщаться, понять, что за ситуация и посмотреть на вашу машину. Вы писали в письме, что машина в якобы очень ужасном состоянии. Я сегодня приехала с Воронежа. На ней? На ней. Отлично себя чувствует машина. Не каждая машина до Воронежа доедет. Да. На всю дорогу, на троила, у меня расход стал увеличиваться. Им она то на трех цилиндрах, то на двух. Так. На трех, то на двух. Туда уехала в Воронеж, она на трех была только на холостых. А когда газовала, она еще вроде на четырех была. Угу. Пыталась, в общем, сначала разобраться со свечками. Со свечками все замечательно. Меняла они свежие, все проверила, все замечательно. Ланчугу подкидывали? Да, подкидывали. Она показывала пропуски то по второму, то по первому. В общем, как это, рандомно совершенно. Угу. Ну что, оживление мертвеца? Ну, на самом деле, ее не сходится с ход-развалом в принципе, потому что мне въехал один товарищ в правое переднее колесо. Кто виноват был? Ну, я ехала по трассе, он выезжал из деревни. Ну, значит, виноват тот, кто едет по трассе. У нас же правила дорожного движения такие. Ну, Слава меня учил, он говорит, виноват всегда тот, кто в тебя въехал. Как всегда я виноват. Ну, кстати, в минуте прям колесо. Машина не моя, машина моего брата родного. Он мне ее отдал, потому что у него детей стало больше, чем вмещается в эту машину. А на тот момент у меня было всего двое, и мне было комфортно на ней. Сейчас, конечно, трое сзади сидят, тоже, в принципе, катаются. Но вот у брата стало четверо, поэтому он мне ее отдал. Угу. Да, он ее покупал тоже бэушку, но он ее не покупал молодую, ей было всего тысяч тридцать, может, тридцать пять. Пробега? Да, только при этом она была угваздана и спереди, и сзади. У нее, в общем... То есть, сшатана. У нее даже граница стала видна. Слава Балацкая интересует, почему вы продаете эту машину? Я ее не продаю, это моя единственная машина, я никак не могу продать. Ну, лонжерон сгнил, конечно. Смотри. Лонжерон сгнил? Ни хрена, так он уже деланный, разу пять, наверное. Такие вон там, вон то же самое. Ну, ладно. Ну, как бы... А что ты, Слава? Не удивлен. Ну, вот тут стакан тоже гниет. Да. С кем не бывает. Ну, поедет пока. Слав, походит еще? Да, ну... Она побегает, конечно. А ей некуда деваться. А у нее радиатор кончился, мне надо радиатор поменять. Можно ГРМ поменять. Так. Потому что я его ни разу не меняла, она трясетилась. А есть с собой комплект? ГРМ? Ты сейчас махнешь здесь прям? А лонжерон заваришь? Ну, у меня все равно мне масло менять в тысячу через две. Масло у нас есть. Но у меня нет ямы. Да ничего страшного. Слава, он прям так... Вот же яма. А, хобби. Не, мне кажется, если загнать туда эту машину, там уже все и останется. Ага. А капот? А капот сверху весь зашпаклеванный. Да, но и при этом он похож другого цвета изначально, да? Ну, на самом деле, да. Довольно-таки печально все выглядит. Но, Слава, ты говорила, за 150 по-любому заберешь. У нее, короче говоря, это колесо завалено очень сильно. Ну, уже все. Там уже и подрамник двигали. В общем, она все не встает уже. А сейчас она троит? Давайте заведу, конечно. Давайте заведем. А ручника нет? Надо кирпичик под колесо положить, наверное. Я просто поворачиваю руль и все. А, хотя сейчас она не укатится. Здесь нормально. Точно? Ну, да. Так опасно сдергивать передачу, не держа ногу на тормозе. Я все-таки подложу на тормозе. Я просто это делаю уже 5 лет подряд. Хорошо, я все равно подложу. Блин, реально. Он реально троит. Ее трясет. Я просто когда думал, что он говорит троит, обычно люди говорят троит в любой ситуации. Меня всю дорогу трясло. Всю машину прям вибрирует. Ёлкино. Секунду, а у него фазиков-то нет. А почему он так? Ох, бедолога. Я просто думаю, может ли быть из-за того, что дырявый путь сиконит? Может вполне. Может быть, да? Вы слишком много наших роликов смотрите. Нет, на самом деле я первое, что делала, и я собирала самолет, поэтому я... Вы собирали самолет? Я на них летала, да. И на полный раз. Серьезно? Сверхлегкая авиация? Да. А на каком самолете вы летали? ЦС на 172. 172. Блин, Стреколовский ставит лайк. Прикольно. И у вас есть водительская обучение? Нету. Там нет ментов, они не проверяют. А, да? Не останавливают? Затонировку даже? И там превышать можно. Слава. Я нашел место, где тебя никогда не остановят за тонировку. Да? Да. Цесна была 68-го года, у нее был Роллс-Ройс. Движок Роллс-Ройс? Движок, мы его перебрали вдвоем. А у них же лайкоминги, по-моему, у всех. Лайкоминги потом уже были, а в 60-х был Роллс-Ройс, Великобритания. Слава, Роллс-Ройс это почти BMW. Я нашел тебе тачку. Самолет. Да. Нет, что-то ему реально хреново. Очень. Свечи новые. А, вот что, я делала раскоксовку. Потому что у нее была вообще беда. Она ела масло, ну вообще не в себя уже совсем, и не тянула. Я сделала раскоксовку димексидом. Я слышу, что скучит мотор, прям там гремит. Но это фордовская тема, что у них прям очень шумно работает газораспределительный механизм. Я возьму один интересный штука. Генератор меняла, потому что мой сдох. Я не понимаю, он шипит, у него как будто впуск шипит, и при этом... А, знаете, какой звук интересный? Вот смотрите. Так. Что это? И какой именно вас звук здесь напрягает? А еще раз? А, вот это... Ну это вы дроссель открываете, это нормально. Это нормальный звук, да? Конечно, так и должно быть. Понятно. Вы открываете и закрываете дроссель резко, а как он иначе может реагировать? Слав, по-моему, сосет, да? Ну еще подшипники первички шумят. Да, да, да. Или это ремень? Это генератор, по-моему, свистывает. Но ремень, знаете, старый, он жесткий. Нет, сосет, сосет. Да. Как понять, где он сосет? Дымить есть специальная процедура, да. Кстати, выровнялся. Ну, то есть он гремит, шумит, явно у него проблемы с регулировкой полном. Он все равно потряхивает. То есть он вроде нормально... Потом опять пропустил. Нет, нет, понятно, понятно. Что пропуски у него есть, это видно, да. А на этом, на светофоре, порой на двух этих цилиндрах в горку, он... Мне не так. Да. Хорошо, а вы, получается, в Воронеж мотаетесь, да, часто? Не то, чтобы часто. У меня так живет родная сестра. У меня, кстати, тоже трое детишек. У меня очень здорово. А давайте деньги не будем тратить. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Настя. Настя. Очень приятно, Настя. Скажите, пожалуйста, Настя, нравится вам эта машина? Да. Очень нравится. Вы ощущаете, что она не тянет или плохо работает? Она проспала всю ночь, она не знает ничего. Они все трое взади спали, пока я ехала. Настя, а тебе сколько лет? Можем же на «ты» общаться? Или на «вы» мне надо к тебе общаться, обращаться? Могу на «ты»? Скажи, пожалуйста, а ты занимаешься скрипкой? Хорошо играешь? Это вот сейчас ты играла, когда мы подошли? Ага. Солнышко на улице, решили на улице заниматься. Я просто не шарю скрипки, Слава, ты у нас спец по скрипке, задай какой-нибудь вопрос по скрипке. Это к Славе, Балатска. Балатска? Да, он с детства скрипач. Я полтора года позанимался. Скрипку достать? Нет, 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 спасибо. Все, все, давайте скрипку. Мы сегодня приехали сюда, только чтобы... Настя, принеси хотя бы свою скрипачку, забудь достаточно. Я не потянул этот процесс. А скрипка, это не так, что ее типа нельзя отдавать другому? Можно, все нормально. Мы не суеверные. Вовсе. Сейчас посмотрим. И Слава нам сыграет, пока ничего не сыграет. Давай, как в бригаде. Давай, Балатска, играй. Так, давай. Балатска, ну ты что? Ну я знаю, как смычок держать максимум. Ну, и скрипочка заодно. Ну давай, давай. Не, не, не. Не, давайте поставь, возьми какую-нибудь. Я этого не делал лет пять. Не, 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 так не честно. Сам... Ты попробуй, попробуй, с этого начнешь. Попробуй, с внучок возьми. Я не... Что это? Попробуй что-нибудь, что-нибудь, да, давай. Ужас. Это все, что я могу. Как вилки по тарелке, да? Как будто да. Так, теперь сыграй ты. Знакомая какая-то мелодия, по-моему. Оооо, igen, еще раз, я. Круто, реально круто. Так, а тебя как зовут? Ярослава. Ярослава? А ты тоже умеешь играть? Вы прям обе. А вы дуэтом можете сыграть? Все забыли, небось? Наверное, уже... Нет, в прошлом году были конкурсы у нас ансамблевые, в этом году... Это было круто, это было круто. Один вопрос, а это что такое? Это какая-то известная мелодия? Это концерт Холленбера. Короче, единственное, что я слышал на скрипке, это вот в бригаде, то, что играло как раз. Вот это что такое? Это что-то же известное тоже, да? Это же Паганини. Наверное. Ну, Каприз Паганини. А умеет кто-то из вас? 24-й, но его играют на самом деле... Далеко не каждый студент его может сыграть. А, да, то есть это прям наук. Это уровень прям богов. Уровень бригады. Уровень бригады. Даже пес, кстати, перестал лавить, пока... Заслушался. А пойдемте на лавочку, с чем мы стоим? Сядем. Мы слушали похоронный марш Форда. Почему не похоронный? Я просто смотрю на гнилое крыло Форда, на вот эти торчащие подкрылки и слушаю эту музыку. Это в меня въехал один армянин. На Хонда, СРВ, по-моему. Слава, прокомментируй. Да, круто. Да я про Форд. А. С чего начать? Я все с Крико вживую впервые слушал. А ты же ходил, кстати, на живую музыку. Да, я ходил на концерт. Один раз в жизни я был в этот дом музыки, как он называется, с этим крепичным ключом. На Павелецкой. Да. Вот один раз я там был, и это было отвратительно, потому что там кресло, по-моему, для коротышек. Я там просто сажусь, и у меня ноги упираются впереди, в передний ряд. Я просто сидел вот так вот. Не там сидели, значит, не там сидели. А, куда, вот у меня билет был, там и сидел. Так, Настя, давай чай организуем. Там уже термос полный. Удобно тебе, Слав? Вполне. Прилечь можно, да? Блин, смотри, какая речка. О, вот это вид, слушай. Красота, да? Вообще. Можно уток отстреливать отсюда прям. Привет, давай знакомиться. Как тебя зовут? Ты не стесняйся. А что это у тебя в руках? Телескоп? Подзорная труба? Ты как этот самый, Слав этот, барин, тут сидишь. Ну, простите, могу вот так вот сидеть. Да давайте камеры потом. Давайте попьем чай. Ну, почему так нечестно? Он брезливый. Почему у вас камерщики? Все шучу. Почему камерщики не пьют чай? Камерные люди. Честно, это нечестно. Давайте так. У меня есть ряд вопросов. Вопросы не самые, так сказать, приятные. И может быть, стоит их задавать наедине. Нет, просто, что сразу бабу не сидеть. Давайте сюда. Смотрите, я читал письмо. И у меня есть парочка вопросов. Там в этом письме есть парочка таких темных пятен. Например? Например, что случилось с вашим мужем? Ровно полторы недели назад мы развелись. Наконец-таки. Потому что он буквально года два с половиной назад у него не стало мамы, красковидные времена были. И у него что-то снесло совсем голову. Что значит снесло голову? Понимаете, человек немножко психически, ну, видимо, не совсем здоров был, но всю жизнь нормально жил. Но удар, видимо, потеря мамы на него повлияла так. Как это проявлялось? Ну, он просто не видит смысла в жизни. Забухал? И в детях. Нет, у него другие. Ну, нет, бухать он, к счастью, не бухает. Другие? Почему-то он решил, что... Ну, к детям можно больше не приезжать. Вы с ним поругались? Да я не любитель ругаться. Я вроде как мирный человек. Ну, просто жить-то на что-то надо. Да он решил, что мы и так можем. Вот. Но на самом деле все поменялось буквально, вот я же говорю, полторы недели назад сходили в суд, нас развели, и у меня буквально вчера пришли, наконец, детские какие-то выплаты социальные. То есть надо было это делать раньше, на самом деле, я поняла. Я два года ждала хоть чего-то. Нужно было сразу возводиться, тогда быстрее бы выплаты были. А, то есть сейчас государство, именно государство поддерживает. А алименты? Ну, алименты он присылает тысяч 10, 12, 15 в месяц. И считается, что на них выжить можно. А как у вас сейчас вообще по финансам, если это не секрет? Ну, вот, алиментов, как я сказала, сколько. Потом детских, ну, вот, до этого месяца было 6 тысяч детских на всех детей. А сейчас? А вот в этот раз вдруг пришло 30, но я не поняла, откуда. То есть это единоразово, или это будет каждый месяц? Я пока не знаю. То есть мне нужно для этого идти в МФЦ, а в МФЦ московский, потому что прописка московская. А у вас прописка московская? Да. Вы там жили? Нет, я терпеть не могу в Москве. Нет, там жила 10 лет, когда в институте училась. Ну, и все. Дальше здесь дом купили, и все. Здесь же я на аэродроме работала, вот здесь у меня было аэродром есть. Летала на самолете под Суздалем на аэродроме. За штурвалом? Калатуре показывала им. Суздаль с высокой птичьего полета. Не имея в аэродроме? Ну, там кто спросит-то? Там и номеров не было на самолете. То есть вы умеете летать по факту, ну, то есть навык есть, но документов на это нет. Да. И то есть вы сейчас можете в 172-ю ЦСМ сесть и полететь? И угнать, да. Я звоню Стариколовскому. Прямой вопрос. Дети все от одного? Да, ну, мы 12 лет, 13 лет женаты были. Я просто посмотрел ваши фотки в ВК с ним, вы такие прям счастливые. Да, я всю жизнь была счастливая, кроме последних двух с половиной лет. Все было замечательно. Я поэтому долго и тянула какие. Ну, не хотелось разводиться, конечно. Вы думали, что он вернется? Ну, конечно, да. Ну, депрессия бывает у людей в связи с смертью родителей. Это естественно. Я ждала, что может прекратиться. Ну, как-то не дождалась. Ладно. Как собираетесь дальше жить? Ну, так, дальше жить. От этого жизнь не поменялась в худшую сторону. Я думаю, только в лучшую. Детвора-то со мной. А он здесь, в селе живет? Нет, он москвич. Ага, москвич. То есть, секунду, у вас прописка московская, вы изначально, ну, или вы как бы, я просто не понимаю, вы изначально москвичка? Нет, я изначально рижанка. Как? А парижанка? Рижанка. А, рижанка. Ну, не парижанка, а рижанка. Всего лишь рижанка. Но я там прожила всего лишь два с половиной года. Потом распался Советский Союз. Там русских стали гнать, гнобить. И пришлось оттуда экстренно эвакуироваться. Это вас родители оттуда вывезли? Родители оттуда вывезли нас, да. В начале девяностых. И потом, 10 лет мы жили на Ставрополье. Переехали в Подмосковье. Закончила школу уже в Москве. Институт в Москве закончила химико-технологический. Вопрос касательно дома. Дом, которому века два, судя по всему. Я его сейчас пытаюсь вернуть к жизни. Вот осенью залили вот здесь вот фундамент. И постамент заодно. Постамент? Ну, как его назвать еще? Толщиной плита сантиметров 30, наверное. Пандус? Пандус, не знаю. Короче, неважно, мы постамент называем. Но это заодно, на самом деле. В основном мы стену подливали. Мы там под фундамент копались довольно глубоко. А дом начал что-то оседать или что? Ну, дому слишком много лет. И у него, видимо, до нас текла очень долго крыша по одному месту. И размывала кирпич. Он там с лицевой стороны. Стена стала падать. Мы подлили фундамент. А теперь будем отколачивать верхний слой кирпича. Выкладывать новый. Армировать и заливать. Ну, а что делать? А вы вообще не стесняетесь чем угодно заниматься, да? То есть здесь надо разобраться? Ну, вот пристройку. Не, ну, пристройку, кстати, нанимала таджиков, но их потом прогнала. Потому что они даже уровня не имеют. То есть они умудрились в потолке где-то 12 сантиметров потерять. То есть здесь и там. Как? Как? Слава, это не ты. Вот Слава у нас на уровне. Вот, а таджики почему-то не смогли. Ну вот, подлили. Немножко выперло, конечно, на палубку. Здесь грунт очень мягкий. Но ничего. Да, да, видно ее. Ой, можно отрезать. Перфоратор есть. Срежу. Если надо будет. Хотя, по-моему, лишь бы я не упала. А вы, получается, на все руки мастер, да? Да нет. Я вон машину сделать не смогла. Но у меня на нее нет времени и ямы. И Олега. И Олег. А где Олег? Олег, Олег, он так, дома. Вот блоком моя кладка. Ага. И вот здесь был проем. Здесь был проем. Его тоже вот заложили. Так что... А здесь... Эта стена полностью обвалилась. Вообще аварийная была. Мы всю уронили, нафиг. И вы не боитесь здесь жить? Почему здесь не боятся жить? Я имею в виду... Толщина стены. Никуда она не денется. Ладно, ладно. Я же не... Не-не-не-не. Все отлично. А вот это что такое? Холодильник? Это самая главная вещь. Липхер. Нифига себе. Это именно морозильная камера, да? Да. Уже все малины. Я сейчас не буду искать на дне. Я буду. Иди залезай целиком ищи. Ну не надо потом. Я тебя найду. Так. Вот. Так что это вот наше строительное пыльное помещение. Дрель, наждак. Ну куда без них? А вы живете где? Прямо здесь? Нет. В той половинке. А мы туда можем попасть? Мы сейчас пойдем туда, конечно. Пока получается, да, что мы в той половинке все живем. А здесь у нас стройка. Большая стройка. И, наверное, бесконечная. Конечно. Она разве бывает какой-то другой? Нет, она бывает конечной, если, ну, сразу вкладываться. А так? Это похоже на вход в баню. Это термометр? Нет, это, ну, короче, голова от... Блок управления, как вы говорите, от котла. Котла, да. Потому что, смотри, горячий. А у вас двухконтурный котел, да? Обогрев и вода. Ну да. Тандартный, практически. Пойдемте туда, что-то. Здесь уже надо разуться. Можно, да, разуться. О, я вижу, там пианино. Ну, приземляйтесь где-нибудь. Рыбки? Да, рыбки есть. Ну, они сейчас выключены. У вас трое детей. Голуби, пчелы, рыбки, еще и собака. Что еще? А еще птички эти вот тропические кладятся. Офигеть. Хотите, я мадинок раздам. Их много на плоти. Слава всю жизнь мечтал о птицах. Нет. Нужно мадинок? Ну, я посмотрю. Можно, да, посмотреть? Да, они маленькие бибикают, чирикают. Да, они маленькие библиотеки. Да, они маленькие библиотеки. Слава, сыграй. Слава хочет сыграть. Ну, сыграйте, сыграйте. Балатска сыграет. Да, давайте. У нас вот есть музыкант. Дай сюда. У нас есть музыкант профессиональный. Вячеслав Балатска. Табуретку дать? Табуретку. Такой. Чего от меня хотите? Нет, не хочу. Ты играть-то будешь? А ну дальше, дальше. Нет, нет. Да, что ты сдался-то? А я не помню. Я не играл лет пять. Пять лет это тим меня. Давай, давай. А я тут, угадайте, откуда это? Это же Титаник? Да? Это саундтрек. Это вступление к Титанику. Это саундтрек к нашему каналу. Да. Прикольно. Вообще классно. Дай я, пожалуй, поснимаю. Нет, Балатска. Я вижу, как ты чувствуешь себя беззащитно. Я просто... Ну, может, табуретку дать? А дело не в этом. Я действительно окончил музыкалку по пианино, но я все забыл. Смотрите. Тут я понимаю, что мы сегодня приехали, у нас баулы все снаружи. А ну-ка. Все баулы, которые были в машине, все сюда приволклись. Присаживайтесь, пожалуйста. Это труба, кстати говоря. Балатска. А, Ярослав, открывай трубу. Мы будем играть на трубу. Труба есть. Конечно. Офигеть. А чего у вас нет, скажите, пожалуйста. Флейту доставай. Вот тут зато подписано. Лясь и до. Балатска, я правильно подсъемы делаю? Я подснимаю, подсъемы делаю. Сейчас вот так. Когда нажимаешь, надпись пропадает. Сидаре. Сыграй что-нибудь, что ты можешь. Давай елочку. Это музыкальный дом. Балатска, давай подхватывай еще одну. Да-да-да. Да. Я понял, вам не хватает рук. Мы можем вам поставить в аренду Балатска. Он будет вам подыгрывать. Оставляйте, конечно. Он может просто стоять и бит давать. Бит вот здесь этот, как это называется. Нетроном это называется. Знаешь, что это такое? Нет. Есть хоть один инструмент, на котором ты не умеешь играть? Какой? На скрипке она не умеет играть. Это называется халтура, то, что она сейчас играет. Это было хорошо. Панч. Да. Офигеть. 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 Вот эта территория, она принадлежит вам, правильно? Вот та вот за столбами уже, к сожалению, нет. Я ее не могу выкупить никак, чтобы вот это снести, вот это вот поганое все. А это чей-то был дом раньше? Когда-то давно чей-то был. И типа заброшка, и нет владельца? Заброшка, владелец есть. Он сказал, вот 400 тысяч. Я говорю, за что? За вот это вот? Вот это вот? У меня нет. Я говорю, у меня нет 400 тысяч. А сколько соток тут вот он продает? Он насчитал 30 соток где-то. Но мне эти 30 соток не нужны, мне нужно, чтобы вот это снести. Тут соток шесть от силы. А у вас здесь? А у меня полгектара. Ого! Или это туда в ту сторону? Можно прогуляться, там красиво, кстати, у нас в саду. Пойдемте прогуляем. Пчелы нас не покусают? А пчелы дальше еще. У меня есть такое увлечение прививать все подряд. Я, в общем, понасадила молодых всяких деревьев. И вот теперь у меня тут садик растет. А зимой как вы здесь вообще? Ну, в плане здесь чистят дороги? Да. У меня прямо вот, где машина стоит, у меня грейдер счищает. У вас еще и несколько сразу этих, да? Я в прошлом году купила 120 метров трубы. Закопала их туда. Закопала 120 метров трубы, сварила краны. И теперь у меня есть вода, да сама вода до конца. Закопала, сварила, в смысле своими руками? А что варить-то, пластик варить-то? Ну, понятно, у себя утюг нужен. Ну, утюг есть. Ладно. Слава, ты щавель нашел, что ли? Да, хотите? Вкусно. Блин, прикольно у вас здесь. Индар. Да, что? Опа, чей поршенек? От Камаза какой-то. Да, здесь, кстати, барахла осталась от прежних хозяев всякого интересного. Ого, это дизель. Дизель, да. Ну что, а как вам на нашей Колыме? Прикольно, прикольно. Фляги вот эти алюминиевые. Ну, у них раньше воду я в детстве таскал с колонки домой. У нас дома воды не было. Такое воспоминание с этих фляг. Так у нас вообще вся железка, каждый день вот так пачками школьники, ну, дети ходили на колонку и таскали домой эту воду. В таких флягах? Да, абсолютно таких же. Ладно, мы, наверное, поедем. Хорошо. Только вы так чай нормально не попили. Попили? Я попил. Нормально? Попили, да, достаточно. Спасибо, что приняли нас. Спасибо большое за... Заезжайте еще раз за нашу Колыму. Да. Славе очень понравилось. Слава вообще-то. Здорово, конечно, что я вас живьем увидела, познакомилась. Прям классно. Ну, вряд ли это прям уж так здорово. Не, на самом деле я под впечатлением под большим, потому что, ну, все время только, только вижу ваши видосы. Я думаю, если вы смотрите наше видео, вы же понимаете, что мы редко просто так приезжаем, правильно? Ну, можно будет, я не знаю, к вам в сервис попасть. Я доеду, если что, сделать машину. У меня один вопрос касательно колес. Вот я посмотрел, Fusion весь мертвый в мясо, а колеса у вас стоят новые, свежие. Двадцать первого года еще и неплохие. Я резину покупала, потому что прошлая резина была, 2008 года она кончилась. Ну, она, она, ну, восьмого года, насколько она кончилась. Ну, понятно, да. Ну, я просто про то, что вы взяли не самую дешевую, не самую плотную. А потому что здесь такой асфальт, и у нас так чистят, и у нас опасно брать другую. Мы получили ваше письмо, как мы обычно делаем. Мы его рассмотрели, и мы приехали сюда. Мы приехали сюда не просто так, само собой. Мы приехали решить вопрос с вашим Ford'ом Fusion. И мы планируем его решить так же, как мы решаем все остальное. То есть взять и просто отдать вам другую машину. Вы что творите? Вот. Вы зачем так делаете? Я хотела просто фьюжика сделать. Нет, фьюжика не надо делать, ему очень плохо. Тут даже слепому видно, что он с кривой косой. Блин. Вы потом это выставите в видео? Нет, мы это все вырежем. Да ладно. Да, да. Вот Туарег, пожалуйста. Вы даже не видите, да. Но вот здесь великолепный Туарег. Нет, я даже боюсь. Я боюсь, ты расслабишься. Но я сразу скажу, там не Бентли. Мы Бентли не дарим. Потому что проблемная машина. Только единственная причина только в этом. Смотрите, в чем ситуация. Вы даже пока не знаете, что это за машина. Но я скажу сразу, что это Ниссан. Это Ниссан. Это Ниссан особенный. Вот прям пока вы его не увидели, я просто расскажу. Это очень особенный Ниссан. Два года назад мы его выкупили. И у этого Ниссан есть одна очень крутая особенность. Мы держали его долго специально под человека, кому такая машина нужна именно в том виде, в котором она есть. Этот Ниссан 2008 года. Но на нем пробег 27 тысяч километров. 27. Это столько, сколько было на вашем фьюжене, когда его купил брат ваш. Это очень недорогая в обслуживании машина. И при этом очень надежная. Хочешь посмотреть? Не хочешь? Не интересно? Беги, иди, смотри. Я не буду. Пойдемте вместе посмотрим. Но вот все это время стоит здесь. Просто его вот так вот не видно, если вот так смотреть. Потому что Слава хитрый. Он запарковал машину правильно. Пойдемте посмотрим. Ребята, вы что делаете? Вы что творите? Да, вот. Я была рада просто вас увидеть. Вот. По сути, это практически новая машина. Я думаю, это видите. Здесь морда не кривая, колеса стоят правильно. Вот. И как бы... Мы только что на нем приехали сюда. Слава жахнул на нем 200. Говорит, идет без проблем. Он на механике. Класс. Да, с мотором 1.6. 107 сил. Тут было 80, тут уже 107. С кондиционером работающий. Да, кстати, с кондиционером работающий. У вас кондиционер там работает? Его там не было никогда. А, да? Ну, здесь работающий кондиционер. Но это, по сути, новая машина. И обычно в таких ситуациях я говорю. Но самое важное, это не сама машина. Самое важное, это то, что лежит в ней. И вот мы потом открываем багажник, и я достаю АП-мед. Но вам я мед не привез. Зачем вам привозить АП-мед, когда у вас есть свой? Привез. Привез? Попробовать. А, тогда давайте посмотрим на АП-мед. А вот АП-мед. Ура! Я попробую все-таки. И два. Обычно у нас есть агент, который нам помогает. У нас мед. Вы ни разу мед не видели? Не пробовали? По классу эта машина плюс-минус такого же класса, как и Fusion. Но она просто, вы даже можете увидеть, видите, она практически новая, эта машина. Мы ее хранили. Теперь лилками не порисовать по ней уже. Да, мы прямо эту машину хранили и ждали случая, когда сможем отдать. Это для нас особенный автомобиль, потому что всегда, когда машина с таким минимальным пробегом и машина, за которой как бы следили, она всегда ценная. И хочется ее отдать в те руки, которым она требуется. И на мой взгляд, вот… Какой-то дикой. У меня никогда таких подарков не было настолько дико огромных. Ну, это же… У меня тоже, но ничего страшного. Всякое бывает в жизни. Да ладно, не было? Не было, не было. Мне вот Слава только один раз Туарек подарил с тех пор. Автозапуск. Да. Также, помимо этого, у нас Starline партнеры, они на все наши бодрительные машины ставят сигнал к САВ-запуску, поэтому на этом не стане автозапуск. Вы можете зимой нажать кнопочку, завести машину с кнопки, она заведется, прогреется и выйти, сесть уже в теплую машину. И всего лишь за 300 тысяч АДМ. Слава бизнесмен. Вот, хотите прокатиться? Я надеюсь, я не одна прокатиться. Конечно, со Славой. Со Славой? Со Славой, со Славой. Слава у нас именно тот человек, который всегда катается. Нет, нужен оператор. Не-не, Слав, ты этот какой? Болодцик, поди камеру в салон. Я вообще с кем-то боюсь ездить. Все нормально. 200 ты уже проверил машину? Не-не-не, я не поеду. Блин, а я в тапочках по-домашнему. Я даже не подготовилась. Поехали кататься. Нормальный вид себя перевести. Я пристегнусь и вам тоже. Все, девчонки, поехали. Болодцик, ну иди отсюда, блин, ты чего сюда влезешь? Поехали. Девчонки, поехали. Давай камеру. Немой дергать. О, я привыкла себя газовать. Потому что иначе глох. А здесь с этим проблем нет вообще. Здесь мотор очень тяговитый, хороший. Куга-16. Ой, зеркало чуть не снесло. Нет, там было сантиметров 15 еще. Слава, ты кого учишь, блин? Ну, надо на самолете летать. Ты на самолете умеешь летать? Так там нет никого на небе-то. Все как машина. Едет. И не троит. И не троит. Да. И даже и кондей работает, и все работает. Пожалуйста. Хочу лайкала. Скажите, Анна, вот как вообще вы считаете, эта машина вам поможет на пользу? По-любому мы хотя бы теперь есть на чем ездить. Я уже думала, я не знаю, как сейчас Фьюжика восстанавливать. Просто мне его жалко, Фьюжика. Он же, блин, он рабочий. Честно, жалко. Он столько нас это возил. Я, конечно, понимаю, что я его у брата забрала. Там был пробег 180. Но он проездил до 320. И такой прям был надежный и безотказный. Не, прям прикольно. Мне прям это... Меня удивляет, насколько вы такие прям веселые, жизнерадостные. Ну, видите, пока мы живем в дурдоме, но мы стараемся дурдом немножко привести в порядок. Но это пока сложно получается. Когда-нибудь получится. Вот, все. Два комплекта ключей. Спасибо вам. Дай, был взрослый. Можно я обниму? Кого? Слава, вот Слава. У нас специальная обнимательность Слава. Ась, подержи ты, я пойду всех обнимать. Слава, иди обнимайся. Стесняшка Слава. Я не люблю обниматься. Прям вообще-вообще? Вообще. Слава, он вообще сниматься не любит в ролике. Я люблю обниматься. Можно, да? Вот Стас, Стас, да. Спасибо вам. А Балатскую можно, да? Обязательно. Балатскую вообще, он только ради этого и приезжает. Балатскую давай, я буду снимать. А ну-ка. А я буду Балатскую обнимать. Мы в конце съемок обнимаемся. Все, да. Все. Было, было, было. Еще раз. Все, все сняли. Так, ключи обратно, все, мы поехали. Они вон унасти. Я шучу. Вот такое получилось вручение. И вот вы не знаете, но чаще всего, когда мы приезжаем вручать автомобили, все равно после того, как мы уже выехали оттуда, мы общаемся между собой и просто спрашиваем друг у друга, а какие у нас получились впечатления от ситуации, от общения и от всего вообще произошедшего. И вот здесь это было удивительно, мы даже не разговаривали. Мы просто оттуда выехали, ехали и каждый просто молча в своих мыслях погруженно созерцали вот эту деревню. Это удивительно вообще. Настолько это прям вот настолько классное вручение. Я уверен, что вы кайфанули от него. Анна удивительный человек. Она вообще, я просто изначально думал, что мы приедем, но там девушка тащит как-то там быт тяжело, еще что-то. Она, блин, по образованию инженер, умеет водить самолет, при этом держит пасеку. У нее есть птички, там собаки и прочая, прочая живность. При этом сама, если надо, может и стену построить, и там трубу проложить. Я просто удивляюсь этого человека. И она при этом абсолютно не сдается. И настолько жизнерадостный человек. Это такой кайф просто вот именно общаться и приезжать к таким людям. И мне в какой-то момент даже стало немножко обидно, что мы привезли сюда действительно Альмеру, а не какую-нибудь Бентли Бентайгу. Потому что Анна заслуживает самых лучших автомобилей. Просто потому что она даже не ждала, что мы подарим ей автомобиль. Она просто кайфует от жизни. И вот у таких людей есть чему поучиться. И вы просто послушайте, какое письмо она прислала мне после того, как мы уже уехали. Ильдар, у меня слова закончились. Пока с вами в суете, все как во сне. Ничего осознанного в голове не было. Все разъехали. Детвора уснула и тут накрыла. Я за последние 4 месяца, пока смотрел ваше вручение, вылило столько слез. Столько лет за 10 не скопило бы. А сегодня, именно в тот день, когда совсем руки опустились со старым фордом после дальней поездки, вы откуда-то появляетесь. 4 часа сна за двое суток и полторы тысячи километров и так слегка опьянили голову. А теперь ваш приезд к нам как будто во сне кажется. Боюсь я новых чужих автомобилей. Ответственность большая. Как это принять, не знаю. Ведь не бывает, чтобы незнакомые люди просто дарили такие дорогие вещи. Даже когда удавалось на авито выцепить из рук за копейки дорогую технику, я считал, что это как-то не честно. Как можно расплатиться за такой дар? Боюсь халявы в жизни. Бдик какой-то. Почему-то все сказочные события стали происходить после развода. Куча помощи от друзей и незнакомых людей. Да даже просто какие-то доплаты от государства. Но все равно совесть гложет, что я смогла нехорошо сказать о своем супруге, как бы он ни поступал. Я, наверное, всю жизнь его буду оправдывать где-то в мыслях. Очень надеюсь, что мои жалобы в его направлении не дойдут до зрителя. Все равно я не могу не уважать отца своих детей. Блин. Вот мы практически ничего из того, что она говорила о своем супруге, не вырезали. И я ей в ответ тут же прислал сообщение, что Анна, успокойтесь, вы ничего плохого про него не сказали. Наоборот, даже в тот момент, когда она говорила про своего супруга, чувствовалось, что она прям аккуратно, она не хочет ни в коем случае его обидеть или зацепить. И поэтому, на мой взгляд, неправильно было бы вырезать какие-то ее слова про своего супруга из этого видео. И я ее постарался максимально успокоить в сообщении, что все в порядке, ничего лишнего вы не сказали. Блин. Я знаю, вот мы сейчас пишем генлинию к этому ролику, и я просто вот, даже отсмотрев сейчас этот ролик, я просто так кайфанул, ребят. Я уверен, что такие ролики нужны на Ютубе. Они позволяют вам чувствовать, что в какой бы заднице вы ни оказались, есть люди, которые находятся в гораздо более плохой ситуации и при этом не просто не сдаются, а живут и кайфуют, наслаждаются этой жизнью. Поэтому никогда не сдавайтесь. И самое главное, никогда не теряйте внутри себя ощущение прекрасного, потому что жить надо прямо сейчас. Не потом, и не раньше вы жили, а вы живете прямо в этот момент. А на этом все как-то так. Всем пока. Это одно из самых классных и душевных вручений на нашем канале. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok